Христос рождается, славим Его. В день Господнего Рождества вся Церковь, всё христианство с радостью празднует великую радость пришествия в этот мир Божьего Сына. Конечно, первой эту радость осознали, почувствовали самые прекрасные и простые люди на свете, самые смиренные и тихие, которыми являются Пресвятая Дева Мария и Святой Иосиф. Давайте послушаем сейчас слова Евангелия от Луки, который, видимо, со слов Марии записал. Это прекрасное свидетельство об этой прекрасной ночи, которая стала радостью для всех нас. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирией. И пошли все записываться, каждый, в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И она родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслах. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава во Вышних Богу. И на земле мир, в человеках благоволение. Слово Господне! Слава Тебе, Христе! Действительно, атмосфера этих чтений прекрасна, потому что нет в ней ни одной капли вражды. Есть радость и справедливость в Святом Духе. Мы читаем, как Пресвятая Дева Мария вместе со святым Иосифом ожидали Рождества их сына, и в поисках места, где бы мог родиться Сын Божий, Иосиф не нашел более скромного, более чистого, более тихого места, чем ясла, в которых и был положенный новорожденный младенец. Вы можете удивиться, поскольку весь мир ищет хороших роддомов, комфортных условий, хвалится шумными свадьбами и дорогими пиршествами, но ничто не заменит для любящих людей теплоты друг друга. В одной из своих песен Владимир Висоцкий сказал, что если терем с дворцом кто-то занял, то согласайся на рай в шалаше. Так и святой Иосиф, хотя я не знал этого выдающегося поэта, нашел место подходящее для своей супруги и для своего рождающегося сына, для которого он был опекуном и приемным отцом. Место это знаменито тем, что где же еще мог родиться агнец Божий, берущий на себя грехи мира, как не в вертепе, как не в яслах, как не в месте, где приходят на свет ягнята. Мы видим, что эта ночь полна любви, мира и смирения, полна простоты, полна атмосферы, в которой мы не слышим ни о деньгах, ни о войнах, ни о чем, что могло бы украсть ваш мир, потому что мир пришел в этот мир через Христа, через умиротворение души Пресвятой Дивы Марии, через умиротворение души святого Иосифа. Мы видим также, что и ангелы, посланные Богом, выбрали особенных людей, то есть пастушков. Мы видим, что именно таким людям, простым, можно сказать, убогим, Бог открывает свои тайны. И потом Христос не раз восхищался тем, что Отец сокрыл тайны своего царствия от мудрых и разумных, а открыл младенцам. Вот и ты, побудь в этот день младенцем, побудь пастушком, побудь в простоте, забудь о комфорте, забудь о золоте, о деньгах, забудь о всем том, что отвлекает тебя от небесного царствия. И еще и еще раз слушай, что произошло этой прекрасной ночью. Не знаем сегодня ни дня, ни месяца, когда родился Христос. Празднуем Рождество тогда, когда день становится длиннее, а ночь короче, когда побеждает свет. Так вот, пусть этот свет, свет Божьего разума, свет совести, свет Божьего слова, свет воскресшего уже сегодня Христа и свет Церкви осияет твою страдающую душу. Пусть мир Вифлеема утешит твою совесть, пусть осветит твой разум, пусть мир Вифлеема напомнит твою семью, и ты станешь для своего окружения также светом. Христос рождается. Славим Его!